здравствуйте друзья сегодня хочу вам рассказать о новом свойстве вконтакте а именно теперь можно делать прямые трансляции не только с вашего мобильного телефона до смартфона на котором есть android или ios да но собственно и можно теперь делать это прямо из вашего компьютера или с ноутбука и так далее значит для тех кто не верит предлагаю обратить вам на статью которая вышла 12 апреля на форуме вконтакте да собственно что прямые трансляции с компьютер прошлой осенью мы официально запустить закрытое тестирование прямых трансляций на территорию популярных игровых стримов россии и так далее как это работает ну и собственно далее статью я конечно ссылку оставлю в описании а сегодня давайте потестируем естественно я не со своей страницы вконтакте это ну как бы моя страница но неофициально и сейчас заходим в видео записи и есть как видите трансляция нажимаем трансляция и нажимаем попробовать трансляцию так далее можно загрузить значит какую-нибудь картинку ну давайте найдем в изображениях надеюсь у меня есть какая красивая картиночка в изображениях сейчас секунду секунду пускай будет вот такая вот картинка описание трансляции проба проба трансляции спк ну описание выберите категорию разговоры ну и так далее ссылка значит буду ее использовать на другой странице до проверять с другой страницы как все это работает опубликовать на моей странице до предварительно предварительный просмотр да ну и сохраняем и вот собственно трансляция скоро начнется так 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 скопируйте ok видео так почти все для начала трансляции скопируйте url и кей видеокодов так кей и что такое видеокодов ну сейчас скопируем кей так видеокодов так как настроить видеокодов так так еще надо скачать видеокодов так загружаем чем-то напоминает трансляцию в ю тубе точно также было надо было скачивать именно вот этот видео кодор да собственно сейчас проходит за как загрузка так пока он что друзья мы установили openbroadcast software да и сейчас будем настраивать ну по крайней мере покажу в чем я разобрался оба студия запускаем и производим необходимые настройки до заходим файл настройки ну и далее значит сюда вводим вещание именно те настройки которые нам предоставил значит сейчас секунду так где они наши настройки вот при убирала url и кей их просто копируем вот сюда url и кей вот далее вводим здесь было 2 500 3 500 ввел кодировщик x264 так и оставил включить дополнительную кодировку поставил значит следовать огонь чем битрейда ну и тогда верю fast вот поставил верю fast собственно здесь куда будет сохраняться запись да вы можете и записывать и вести трансляцию одновременно да то есть это еще и для видеозаписи но собственно далее аудио тут вообще ничего не меняем вот как было все так и остается да по умолчанию вот тут аудио да у меня лично я так не помню чего тут единственное что заменил тут было 1280 первая строка 1280 на 180 2 1208 было насколько там я поставил такой же 1280 ну какой инструкции горячие клавиши не заходил сюда не заходил так собственно далее нажимаем ok и вот у нас получается статья по удаляю то я тут понастраивал и теперь друзья мои нажимаем плюсик и захват экрана собственно захват экрана вот все собственно захват экрана пошел так что как вы помните у меня есть еще ссылочка на прямую трансляцию на моем на моей страничке сейчас я ее открою вот там она идет вот собственно и хорошо это нас устраивает и запустить трансляцию запустили трансляции задержка я считал полтора полторы секунды полторы секунды но собственно проверяем будет ли идти трансляция вот она собственно идет сейчас видно будет меня сейчас давай друг вот сейчас увидите мой рабочий стол вот так что друзья мои вот так все происходит вот так вот очень просто и собственно что я вам хочу сказать что естественно как видите там все время повторения повторения до бывают очень часто повторения вот но в целом все достаточно как видите не сложно это во первых ну во вторых естественно скажу вам что как добавить еще видеокамеру нажимаем плюс устройство захвата видео создать новый собственно и вот выбираем две веб-камеры вот допустим вот это выбираем и далее размещаем где она будет находиться да иногда вот здесь . просто одна такая да тогда надо ее вот так расширить да все захват видео устройство вот собственно и все и так остановить трансляцию вот собственно нажимаем окей и посмотрим что там нам пока пока черный экран да почему то ну вот сразу же скажу вам что почему-то не разобрался с веб-камерой да а почему именно черный экран нажимаем настройки до деактивировать активировать ну-ка а почему она черная может быть а вот почему она черная потому что она лежит и так нажимаем окей и вот собственно и все друзья вот теперь у нас работает камера если у нас еще что-то там не работает аудио захват входного и и добавляем захват входного и тут выбираем вот наш микрофончик и вот собственно его мы сейчас и слушаем вот вот и собственно так что друзья вот так все достаточно несложно и давайте действительно проверим естественно в трансляции вот она все идет на в трансляции ну естественно друзья я разбирался с этим совсем только когда значит клацал и пытался ну вот так сделать вот так не получается так то есть перебирал всякие возможности я еще не полностью разобрался рассказал вам только как это сделать сейчас быстро там не все работает хорошо естественно сама программа еще бета да ну вы пробуйте и да пребудет с вами сила всего доброго до свидания спасибо 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 вот